Частично все-таки делаем мы прицепную технику и сами. Причем мы эту полосу стараемся брать, чтобы она также была сплошная, чтобы не было стыков. Ну, я вот обратил внимание, что у вас получается тут аж три пальца фиксирующих, да? Первый, второй, третий? Это ли это не то? А можно, говорит, в кабине сделать воздух? Мы говорим, для чего? Если нет опыта, нет квалификации, то можно, наоборот, набредить и сломать автомобиль. Ну, раз мы сегодня уже коснулись темы все-таки народной мудрости, поэтому, если у кого-то есть какие-то идеи, мы всегда рады будем выслушать. Теперь уже мы постепенно переходим к прицепной тематике. То есть, как я уже говорил, когда мы начинали работать по сортиментовозу, первое, что я когда начал разговаривать, они говорят, ну, вот сейчас возьмем, там, не будем сейчас называть, там, дорожные шасси прицепа и доработаем их, поставим коники. Я говорю, ребята, да вы не совсем правы-то, мне кажется, как бы. Вы берете автомобиль полноприводный, к нему прицеп, который предназначен для эксплуатации на дороге, и потом будете иметь проблемы. Он говорит, ну, конечно, у нас и есть проблемы. А давайте, говорит, обратимся, все-таки, говорю, к специалистам, которые делают прицепы для бездорожья. Ну, вот тогда начали работать сначала с Челябинском, с Уралавтоприцепом, потом уже с компаниями, которые вышли с Уралавтоприцепы. И, в принципе, так считаю, что вот как раз вот эта тема прицепов тяжелых, тоже оттуда-то сортиментовозных и пошла. Мы продолжаем также работать с нашими партнерами, мы берем у них прицепы, но частично все-таки делаем мы прицепную технику и сами. Здесь, как бы, несколько задач. Во-первых, это иногда, когда есть возможность загрузить производство, а второе, мы можем уже более гибко, как раз, как мы говорили, при изменении, которое требуется заказчику вносить. Вот это наша, это последняя модель. Как раз это, я понимаю, здесь уже просто решили показать все, все, что можно. Это и стальной настил, это и алюминиевый настил, это и фанерный настил. А сколько грузоподъемность вот такого? 15 или больше? Нет, полбольше. 36 тонн полной массы. Это двухосный. А, двухосный. Поменьше, наверное. Это 20-24 тонны у него полная масса, да. А сам? 5 с копейками. То есть, получается, это под 19 тонн. 19 тонн. И вот, как бы, более традиционная модель, это трехосный. Ну, это вот по две пачки как раз уже, да? Да, это уже по две пачки. Это шестерка, в лучшем случае? Это шестерка, да. Это более экзотический. А вот это тот под 8 метров, который, две пачки по 4 метра. 36 тонн полная масса. Оля, обрати внимание на толщину лонжерона нижней полки. Сколько тут? Больше двух сантиметров, наверное, да? Миллиметров, если правильно говорить. 32. Сколько? А, 32. Я вообще ошибся. 32 миллиметров. Причем мы эту полосу стараемся брать, чтобы она также была сплошная, чтобы не было, да, стыков. Полосу, я так понимаю, вы же ее готовы покупаете, наверное, да? И заготовку. Заготовку. Понятно, что гибкую мы делаем сами, а вот заготовку полосу, да. Это не фирма Авака, нет? Нет, нет. Оси БПВ только используете? Мы, да. А, причем сзади тоже, смотри, телега у вас без реактивных штанг, да? Да. Ну, это традиционная такая вот уже подвеска БПВшная. В принципе, у нас и проблем особо больших не было. По задней тележке точно, по передней мы уже совместно с БПВ там дорабатывали, рессоры ставили усиленные. Это интересное решение, чтобы грязью не закидывало, да? Да. Ну, вот такие мелочи, смотри, интересно. То есть, такие мелочи, которые больших денег не стоят, но и на которые позволят потом где-то удобство, это повысить удобство эксплуатации. То есть, видишь, как бы, получается, смотчик находится в зоне грязи от колес, которые закрыли резиной армированной. Хорошая идея, кстати. Вы, по-моему, одни из первых начали на брызговиках еще, на седленных тягачах ее использовать тоже. Резину? Да, вот эту. Ну, верхняя часть, на задней тележке. На ней не налипает. Да, но мы тоже, как бы, смотрели, потому что народ, мудрецы, которые там эксплуатируют автомобиль, они это первые начинают делать. Конечно, стальное крыло можно снести, алюминиевое, тем более можно снести и пластиковое. А вот эта транспортерная лента такая, то есть, она более гибкая. И там проблема еще была. На железной, на пластиковый, на алюминиевый зимой налипает. Налипает потом, да. Да, потому что она живая, на нее не налипает, получается. Отваливается. Вот, а функцию свою выполняет. То есть, сейчас у нас есть варианты крыльев, как раз на седельных тягачах они совмещенные. То есть, часть металлическая, а задняя она уже и транспортерной ленты. Ну, я вот обратил внимание, что у вас получается тут аж три пальца фиксирующих, да? Первый, второй, третий. Это так, я так... Это ли это не то? Это механическая фиксация. А там ставится автоматическая фиксация. Она опциональная. С пневмоприводом? Да, с пневмоприводом. То есть, это надо понимать для того, чтобы удобнее было парковаться задом. Маневрировать задним ходом, да. То есть, у большинства прицепов обычно один палец стоит. То есть, ну, какой-то стопор, да. У вас получается, вы пошли дальше немножко, потому что их сносят, склонны к тому, что их срезают и так далее. При механическом креплении два ставим, а вот только на афталтический. Да, но тут он у вас серьезный такой. То есть, у него диаметр-то сколько там, наверное, 50 миллиметров, да? А каким образом? Это опять удобство. Пневмоцилиндр какой-то стоит вот здесь, да? Да, пневмоцилиндр. То есть, водителям не надо выходить из кабины. Он просто его включил. То есть, в кабине нажал, он опустился, заблокировался. Можно сдавать задом. А нет сейчас такого? Посмотрите, живем здесь. Живем нету, да. Это опционально. Тоже интересное решение. А придумали или подсмотрели? И посмотрели, и придумали, да? Ну да. Интересно, кто не видел, в комментариях напишите вообще, у кого еще есть такое решение интересное. Ведь его можно не только на ассортиментовозах использовать, в принципе, на любой прицепной технике, да? Дорогая опция получается? Да нет. Тут дорогого ничего нет. Стандартная пневмокамера, да. А, пневмокамера тормозная? То есть, тормозную спорту. А, то есть, там ход-то небольшой получается надо, да? А у меня в голове сразу мышление цилиндр какой-то. А тут все просто. Пневмокамеры. Нет, вообще много интересных вещей. Вот именно при общении с водителями, с механиками. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Ну да. То есть, умельцы, вот, почаще инженеры бы, если ездили, как бы действительно общались с водителями. Насколько все проще было. К сожалению, постоянно приходится сталкиваться с тем, что конструктор что-то навыдумывал, да? Народ, народная мудрость. А народ, да, народ-то уже давно это дело прошел. И, как правило, это дешевое, простое решение, которое вот оно на поверхности, казалось бы, да? Ну и теоретически трудно, сидя где-то в кабинете, понять, что человеку важно, что не важно. Потому что, иногда, говорю, такие вещи какие-то просят, то есть, ты ни за что бы не подумал. К примеру, у кого-то там, вот, просто недавно попросили сделать, а можно, говорит, в кабине сделать воздух, мы говорим, для чего? А чтобы выдувать грязь. Вот они привыкли, что в кабине должна быть идеальная чистота. Да, молодцы, правильно, все абсолютно. И чтобы куда-то за воздухом не тянуться, здесь у него под рукой всегда есть этот пистолетик, то есть, он выходит, грязь выдувает. Ну, молодцы, молодцы, то есть. А по блокировкам, сейчас реализована блокировка и межколесная осевая полностью на этом автомобиле? Или нет? Мы ставим, то есть, понятно, межосевая на стандарт идет, межколесная с задних мостов тоже на стандарт идет, вот передняя у нас, поэтому ставим опционально. Опционально есть, да? Потому что межколесной блокировкой надо пользоваться с умом. Ну, да, осторожно. То есть, если нет опыта, нет квалификации, то можно, наоборот, навредить и сломать автомобиль. Ну, да. Тут блокировки вообще-таки, очень, как бы, умение пользоваться блокировками, то есть, я считаю, что очень важно, потому что можно, как раз, наоборот, себе навредить. Вот мы только что сейчас у нас было совещание, обсуждали именно как раз правильность подключения, блокировки второго и третьего моста. Что как раз именно блокировку надо... Не просто ты подъехал, грязи, сразу включил ее и поехал. А что, наоборот, как раз вариант. Ты лучше, когда застрял, но у тебя колеса, не все под собой выгребли грязь, и не все как раз утонули. Имеется возможность ты их икать. Вот как раз вот нам тоже товарищи, которые занимаются эксплуатацией, сейчас рассказывали из Сургута. Вот просто свое представление о пользовании блокировками. Поэтому... Везде свои нюансы есть. Интересно всегда, да. По шинам здесь до ассортиментовоза немножко как бы более ограничены, не с точки зрения технических возможностей, все-таки ассортимент шин. Потому что такие, как 16 R20, уже нет необходимости ставить. Но это вот все-таки с ассортиментовоза такие дебри не залазит. Как правило, это 12 R20, 13, 22,5, 315, 180. Вот такого плана шина. Ну и обратил внимание еще на той машине Камо стоит. Здесь кардиант, я смотрю. То есть это тоже вариант такой, да? Нет, у нас по шинам всегда то, что... Клиент уже выбирает, да? Огромное спасибо Юрию Николаевичу, компании Vegas, что нас пригласили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы. И по поводу ценообразования тоже как бы... Ну мы сейчас цен всех не знаем, как бы и может быть какие-то вам технические характеристики забыли рассказать. Ну раз мы сегодня уже коснулись темы все-таки народной мудрости, поэтому если у кого-то есть какие-то идеи, мы всегда рады будем выслушать с удовольствием. Ждем в комментариях вопросы. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok